всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня снимаю уже второе видео за день сначала вам сняла на 300 тысяч видео немножко офигела от комментариев но об этом чуть чуть попозже сегодня я приготовила блюдо по рецепту корейских блогеров она достаточно острая здесь сливочный соус немножко зелени очень много сыра получается просто обалденно просто горячий так я не могу кушать на что немножко остыла но однажды я смотрела корейского блогера и она в начале видео показывал как она готовит это блюдо я просто влюбилась решила тоже приготовить все оказалось очень просто невероятно вкусно и здесь еще сосиски раз 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 так быстро приготовила на это паста с зеленью со сливками сосисками и с очень большим количеством сыра невероятно вкусно получается мама меня естественно ругает мама посмотрела видео на 300 тысяч вам горит и прямо болеешь это видно зачем в таком состоянии снимать контент почему нельзя подождать и не могу вы знаете мне скучно дома тем более еще приехали миди ну как здесь остановиться вообще невозможно это дома мидия очень люблю миди любые и и большие и маленькие и просто консервированные почитала комментарии под видео на 300 тысяч и немножко здесь честно расстроилась расстроилась от того что многие ожидали больше вам и я в какой-то степени даже с вами согласна в чем-то согласно в чем-то нет сейчас я об этом немножко расскажу многие писали что надо было просто заказать торт торт на котором будет написано 300к и вы знаете изначально я хотела так сделать но потом я подумала и посоветовалась еще с мамой мама сказала что все блогеры как раз таки и снимают торты это будет как-то банально что ли неинтересно она говорит придумай что-то другое давай какие-то морепродукты интересные лобстера закажи я честно очень старалась над этим банком я почему-то думал что все будут в восторге блин как круто как аппетитно и все дела но видать немножко промахнулась все таки я считаю что если бы я сняла просто с тортиком мне бы все бы писали ты зашмотила деньги решила сделать как подешевле вот и заказала себе просто тортик поэтому я считаю что я сделала неправильно в том плане что надо было на осьминога или сзади например какие-то шарики как-то более по-праздничному что ли сделать но все равно именно с морепродуктами отметить чтобы было как-то посолиднее что ли иногда я думаю может быть еще с тортиком заснять чтобы недовольных людей не было но хотя это уже будет как-то наверное наигранном мама говорит вообще ты болеешь в таком состоянии снимать такое видео неправильно и я наверное в какой-то степени с ней согласна надо было снимать в хорошем расположении духа так скажем радостная а я еле разговариваю но в любом случае получилось как получилось очень жаль что так получилось я расстроилась что возможно кого-то я разочаровала хочется конечно вас удивлять а не разочаровывать но в любом случае не думайте то что вы пишете это типа мимо ушей я делаю для себя выводы я обязательно ко всему прислушиваюсь но получилось как получилось ну что поделать я честно хотела как лучше и вот обидно что некоторые писали в комментариях что я просто это сделала типа на пофиг типа я сделала не от души и вот здесь я не согласна с вами абсолютно я сделала от души но просто я не учла некоторые моменты если бы был бы тот же мукбанг я бы не болела сзади были бы наверное шарики какие-то да были бы возможно свечки 300 в таком случае все бы смотрелось бы гораздо лучше я просто уверена в этом и подобных комментариев точно не было вот некоторые думают что блогеры уже настолько привыкли к хейту что их не задевают какие-то вещи когда тебе пишет один человек что ты идиотка например да что ты неграмотная тупая ты никому не нужна у тебя никогда не будет семей детей и так далее тебя это не задевает на самом деле ты уже привыкаешь к этому но когда ты снимаешь видео на 300 тысяч и где-то 50 процентов комментариев о том что они ожидали большего тут хочешь не хочешь это заставляет тебя задуматься как это вкусно ребят может внешний вид не очень но это очень вкусно это паста она просто нечто невероятно просто вкусно еще в тарелку она хотела положить оказывается она разбилась прикиньте мама увидит вообще меня повесит это была ее любимая тарелка и мама всегда мне говорит что эти тарелки не трогай если сломаешь сломаешь вот эти тарелки а я-то эти тарелки то не трогала просто так получилось что я сковородку положила на эту тарелку и она дала трещину сейчас уже хрен докажет что я не трогала эту тарелку поэтому я так беспалебно наверное ее выброшу всегда когда мама уезжает что-то ломается обязательно причем что-то из того что мама очень любит а потом мама приезжает и такая спрашивает слушай ты не знаешь куда делась наша вот эта вот любимая тарелка из того набора я такая нет я не в курсе я говорю посмотри в мои честные глаза я врать не умею и мама такая что-то все у нас испаряется куда делась непонятно в общем специально ломается именно то что то что в ходу то что нравится больше всего как же это вкусно так что вот такие дела я сделала вывод и даже хотела переснять еще одно видео уже с тортиком но с другой стороны я думаю ждать пока я выздоровлю не имеет смысла хотя мама очень ругает меня что будет надо отлежаться не надо снимать в таком состоянии на тебя неприятно смотреть и так далее ты можешь успокоиться ты как будто заведенная сказать честно не могу не могу просто лежать когда я просто лежу мне еще хуже когда я что-то делаю монтирую снимаю не знаю убираю мне как-то лучше у меня прилив просто прилив энергия ланом там лежать кто-то чай принесет а я абсолютно одна дома вот кто мне чай принесет поэтому надо что-то делать в моем случае точно сидеть дома вообще не вариант вернее сидеть дома можно но хотя бы рисовать что-то делать честно я искренне расстроилась тем что вам не понравилось видео на 300к я почему-то была уверена что всем понравится но получилось как получилось это надо воспринимать как данность раньше я смотрела на людей которые кушают виде морских ежей и так далее я думала фу как это можно есть я просто представить не могла что я тоже это буду есть с удовольствием ко всему как говорится привыкают наоборот начинает нравиться что-то что-то именно когда я болею на улице обалденная погода подруга себя прекрасно чувствует давай увидимся, давай куда-то сходим я предложила прийти к нам но так как я болею, я не хочу ее заразить поэтому у нас тоже эта ночевка отменилась и мне безумно скучно я уже в инстаграме со своим подписчицами переписываюсь на этом все, мои хорошие, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца всех люблю, с вами была Айка пока